Хорошо ли меня видно? Хорошо ли видно доску? Надеюсь, что да. Я благодарна всем, кто делится этим видео, благодарна вам за лайки, за комментарии, потому что, конечно, чем больше вы проявляете активность этим видео, тем больше людей его видят. Маркетинг фейсбука никто не отменял, and I hate to say that, да, не очень люблю это все говорить, но делитесь, пожалуйста, делитесь, пожалуйста, лайкайте, комментарии те, commented, да, по-английски. Пишите комментарии так, чтобы это видео могло увидеть большее количество людей. Давайте, давайте это в мир пустим. Готовы? Alright, let's start our lesson number two. Today we're going to have a verb have. Сегодня у нас с вами на повестке дня глагол have. Ну, я думаю, что, естественно, вы все его знаете, как этот глагол переводится. И действительно, это очень важный, нужный глагол в современном английском, потому что он переводится как иметь, но также с ним есть масса классных фраз, которые мы рассмотрим. Сегодня я хочу также с вами разобрать время present simple и как образуется это время, а также как образуется его отрицание. Поэтому, если у вас не очень хорошо с пониманием, да, когда don't, когда doesn't, тогда сейчас вы это узнаете. Поехали! Глагол to have переводится как иметь. Но в русском языке мы, на самом деле, если задуматься, не употребляем этот глагол в прямом его смысле. Мы не говорим «я имею мужа», да, «я имею сына». Мы говорим «у меня есть». На самом деле иностранцам это тоже сложно понять. Как же так? I have, а по-русски у меня есть. Да, еще там поддержь совершенно другой. Поэтому здесь вам нужно перестроить свое мышление и просто понять, что когда мы говорим о том, что мы что-то имеем, или у нас что-то или кто-то есть, тогда мы используем глагол have и говорим I have. Ну что мы можем иметь? Семью, детей, машину. В общем, все-все-все, что только окружает вас. И, конечно, я вам сегодня дам слова, которые, возможно, вы не знаете. Давайте немножко расширять ваш словарный запас. I have a laptop. Что такое laptop? Плюсы ставьте, если вы знаете, и минусы, если вы не знаете. Если вы смотрите в повторе, то, пожалуйста, тоже активничайте, потому что я потом вижу всю вашу активность. Laptop – это значит ноутбук. Многие путают слово ноутбук. Со словом laptop. Вернее, думаю, что ноутбук – это значит ноутбук. Нет, ноутбук – это значит книга записи, то есть блокнот. А laptop – это ноутбук по-русски. Который мы можем с собой по мышкой таскать. I have a laptop. A laptop. То есть, когда мы говорим о местоимении я, I, we, you and they, мы всегда-всегда употребляем именно эту форму глагола. I have, you have, they have, we have. Запишите себе, пожалуйста, если вы этого не знаете. И вообще заведите тетрадочки, потому что нам пригодится тетрадочка для того, чтобы записывать фразы. Когда мы говорим о третьем лице единственного числа, то есть he, she, it, мы ставим глагол have в его третью форму. И у нас получается she has. Ни в коем случае не she has или he has. Такого не бывает. Это нонсенс. Это билиберда, да? Это чепуха. He has, she has. То есть, всего на всем в этом времени вам нужно запомнить два глагола. Это have и has. I have, she has. We have, he has. She has, he has a girlfriend. Да? He has a girlfriend. Ну, здесь все понятно. У него есть девушка. Отрицание. Как образуется отрицание? Тоже в двух словах. При помощи отрицания do not, вспомогательный глагол do плюс отрицание not, дает у нас сокращение don't. I don't have a charger. Что такое charger? Напишите, знаете или не знаете, плюс или минус, и обязательно запишите, если не знаете. Потому что в наш век это как воздуху подобно. Слово charger, если вы его не знаете, то все, вы поедете куда-то там за границу, и все. Итак, слово charger, это значит зарядка, зарядка от телефона, зарядка от компьютера, то есть любое зарядное устройство. A charger. I don't have a charger. У меня нет зарядки. В настоящее время, да? Мы сейчас с вами работаем. И если это он или она, тогда мы ставим уже вспомогательный глагол does плюс отрицание not. Получается вместе doesn't. He doesn't have earphones. Или she doesn't have earphones. В отрицании глагол have у нас сохраняется. Что I don't have, что he doesn't have. То есть глагол have меняется на have только в утверждении. Но сегодня вам нужно запомнить только вот эти четыре предложения и их грамматику. Итак, he doesn't have earphones. Как переводится? Earphones. Что это такое? Тоже очень нужное слово. На своих уроках в скайпе я ученикам говорю. Please put on your earphones. Earphones. Что же это такое? Earphones. Наушники. То, что нам нужно, тоже очень часто бывает. Хорошо. Все ли здесь понятно? Отлично. Давайте теперь перейдем уже к лексике, к более серьезной практике. Итак, перед вами четыре фразы. Четыре распространенные фразы с глаголом have, которые я бы очень хотела, чтобы вы все запомнили и пользовались. Использовались этими фразами. Фраза номер один. To have a feeling. I have a feeling. He has a feeling. I don't have a feeling. He doesn't have a feeling. Эта фраза, как вы думаете, переводится? Напишите, если знаете. Мы, на самом деле, очень часто ее используем и в русском языке, когда мы говорим, знаешь, у меня такое чувство, что? Или у него такое чувство, что? Или у него было? Или у меня было? Но сегодня мы с вами не рассматриваем прошедшее время, но в будущем обязательно будем. В следующих уроках обязательно рассмотрим прошедшее время. Я скомпоную для вас разные времена. Я хочу делать шестой урок промежуточным тестом. Поэтому ходите на все уроки. Значит, to have a feeling переводится как иметь ощущение или иметь чувство. Соответственно, я или он имеет, это я только что проговорила. Не я чувствую, а у меня такое чувство. Да, вот вы говорите, у меня такое чувство, что вот он мне сегодня позвонит. Или у меня такое ощущение, да. То есть мы говорим про какие-то внутренние такие вот ощущения, да, ну или чувства. Кто так часто говорит по-русски? Напишите я, напишите ми. А раз вы говорите так по-русски, то вы будете и по-английски так говорить. И слышать это будете часто. Далее, следующая фраза. To have fun. Ох, эту фразу нужно знать всем и каждому, потому что они ее употребляют постоянно. Они вам желают этого фана, они рассказывают про этот фан. Фан это значит веселье, веселиться. To have fun это значит веселиться. Или классно проводить время, да, то есть иметь классное препровождение, ну если это так еще можно по-русски сформулировать. Но главное мне, что от вас нужно, это чтобы вы не просто заучивали на то, чтобы вы понимали, в какой ситуации мы употребляем ту или иную фразу. Соответственно, to have fun это когда вы говорите, oh yes, it was so much fun, we had so much fun. То есть было так весело, мы так классно провели время, мы так повеселились. Записали? Number three. To have a rest. To have a rest. Что это за фраза? Это обозначает отдыхать. Отдыхать. Передохнуть от чего-то. Например, вы долго-долго-долго работали сегодня, и вы говорите, oh yeah, now I need to have a rest. А теперь мне нужно отдохнуть или передохнуть. И последняя фраза на сегодня, to have a cold. Не самая приятная фраза, но, к сожалению, со всеми нами это случается. To have a cold. Что это такое? Это значит простудиться. Я знаю, что далеко не каждый умеет употреблять эту фразу, вообще знает ее, потому что, смотрите, в русском у нас глагол, да, простудиться. В английском общесобирателе. To have a cold. Именно простудиться. Заболеть. Ну, понимаете, заболеть, опять же, заболеть можно много чем. А именно вот это вот ощущение, когда у вас горло першит, голова болит, там, чихаете, нос, да, вот это вот такое вот противное ощущение, когда вы вот заболеваете, когда вы простудились. Это называется именно to have a cold. Простудиться. Супер. Смотрите еще раз. Давайте вместе теперь прочитаем эти фразы. Я читаю по-английски, за мной также повторяйте. to have a feeling, to have a feeling, to have fun, to have fun, to have a rest, to have a rest. Я отстану. to have a cold, to have a cold. Ну, а теперь давайте тренироваться. Я сейчас вам буду говорить несколько фраз на русском языке. Вам их нужно будет переводить. Готовы? Номер один. У меня такое чувство, или у меня такое ощущение, что он находится дома. Ну, что он дома. У меня такое чувство, что он дома. Мы, кстати, очень часто говорим, у меня такое ощущение, да, у меня такое чувство. У меня даже вырвалось само. Ну, мы можем просто сказать, у меня ощущение, у меня чувство. Ну, хотя мы говорим, у меня такое чувство. А в английском они говорят именно так. I have a feeling, I have a feeling, Олеся, и те, кто написал неправильно, как пишется feeling, от слова feel, чувствовать. Да, глагол feel, F-E-E-L. А если вы пишете через F-I-L-L, тогда это уже наполнять, да, филлеры, или, ну, еще что-то, когда начинка там какая-то, вот, да, feeling. Это другое, а у нас здесь feeling, оно произносится, на самом деле, очень прям близко. I have a feeling that he is at home. Да, со вчерашним уроком комбинируем, поэтому надеюсь, что вы посмотрели вчерашний урок. I have a feeling that he is at home. Good. Number two. Он не веселится. Он не веселится. Ну, имеется в виду вообще, в целом. Мы сейчас не про данный момент говорим, а именно в этом времени работаем. Он не веселится. He doesn't have fun. Yes, he doesn't have fun. Number three. Представляете циферки, пожалуйста. У меня нет зарядки. Например, у меня нет с собой зарядки. Как это сказать по-английски? Угу. У меня нет с собой зарядки. Пока пишите, проговаривайте вслух. I don't have a charger with me. Ну, или без with me просто. I don't have a charger. Если с собой, со мной, то with me. Отлично. Number four. Она не простужена. Она не простужена. Она не простужена. She doesn't have a cold. She doesn't have a cold. Yes. Не cold, а a cold. She doesn't have a cold. Угу. Хорошо. У него есть наушники. Прямо раз спрашивайте, у кого наушники? А я вам говорю, у него наушники. У него есть наушники. Проговаривайте вслух. Number six. Number six. Я всегда отдыхаю вечером. Я всегда отдыхаю вечером. I always have a rest in the evening. Давайте все вместе. I always have a rest in the evening. Или, Олеся, умничка, at night. I always have a rest at night. At night это значит вечером. В английском языке очень часто вечер, evening заменяет на слово night. Вообще есть очень крутое слово tonight. Tonight это значит today at night. Соединили и получилось tonight. Этим вечером. Сегодня вечером. Или этой ночью. Тут уже по контексту вы должны понимать. Угу. Ира, не I am always, а I always have a rest. Ира, возвращайся на программу. Мы тебя ждем. Хорошо. Номер семь. Номер семь. Совмещаясь со вчерашним уроком. У нее такое чувство, что он сердится на нее. Повторю. У нее такое чувство, и у нее ощущение, что он сердится на нее. Номер семь. У нее ощущение, что он сердится на нее. She has a feeling, that he is mad at her. Good job. Молодцы. Пожалуйста, все-все-все пишите. Ребята, столько людей у нас сейчас в эфире, а пишут единицы. Как-то мне посигнальте хотя бы, что вы здесь. Может быть, вы в тетрадку сразу пишете, а то мне как-то неинтересно. Вести эфир, когда пишет несколько человек. Последняя фраза на сегодня. Мы всегда веселимся. Мы всегда веселимся. Даже если вы печатаете медленно, хотя бы начинайте печатать первые два-три слова. Со временем, через десять уроков, у вас скорость увеличится. То есть все дело в практике. Начинайте хотя бы два-три слова. Мы всегда веселимся на наших уроках. Good job. Very well done, guys. Ну как, крутые фразы, крутые выражения. Напишите мне, пожалуйста, как вы себя ощущаете. Сложно, легко. Хочется вам давать какие-то такие фишечки и совмещать это все с грамматикой. Поэтому пишите, пишите. Поэтому пишите, пишите. Мне нужна ваша обратная связь. Делитесь этим видео, комментируйте, лайкайте. Я буду вам за это очень благодарна. Отлично. И, кстати говоря, я хочу вам сообщить о том, что со следующего понедельника у меня идет набор в новую группу курса погружения во времена. Времена это легко. Поэтому, если вы давно все хотите попасть ко мне на программы, то welcome, добро пожаловать. Там мы будем рассматривать все самые используемые времена современного английского языка. Будут небольшие уроки, минут по 20-30. Будет практика, будет обратная связь от меня, от куратора. Будет живой урок. В общем, много-много-много всего. Поэтому те, кто заинтересовался, напишите мне интересно, и мы свяжемся с вами. Или, может быть, я также повешу ссылочку. Или напишите нам на страничку. Мы обязательно вам ответим. На сегодня у меня все. Мы с вами увидимся уже завтра в это же время в 19.00 по Москве. Я проведу третий урок. Попробуйте угадать, какой глагол у нас будет на третьем уроке. И завтра узнаете.